всем привет сегодня нас третья часть по развитию нового аккаунта по эффективному быстрому максимально развитию 27 день до этого видео было полно двадцатом дне собственно прошла еще неделя сейчас я расскажу вам что у меня здесь происходит как я развиваюсь и что делать стабильно продолжаю идти по миссия в первую очередь конечно собрал сакральный осколок перешел в третью часть двигаюсь сторону книжки выполняют задание сегодня у меня допустим открылась зеленая краска я сейчас до выполню это задание и приступлю к фарму зеленой краски после я упрусь задание одолеть 75 героев на обычной арене потому что я не смогу задание это быстро выполнить и я буду потихонечку выполнять и просто качать корм потому что также сегодня начнется через три с половиной часа турнир тренировки героев то есть буду просто качать корм и попутно лутать очки для турнира тренировки героев чтобы забрать какие-то там награды приятные то есть нужно постоянно стараться сочетать какие-то события и ваши действия в игре по миссиям я уже по моему говорил но еще вспомяну старайтесь немножечко вперед заглядывать чтобы вы понимали что вас ждет на миссии какие у вас будут задания чтобы вас примерно было понимание по коллекции героев что изменилось есть уже какие-то изменения по сравнению между первой и второй части у нас там не особо было сейчас есть мне выпал альтан в последнем открытии на x2 на синие древние осколки есть видео кстати на канале обязательно посмотрите выпал альтан этот герой который у меня встал на кб об этом чуть позже также пришла ледяная баньши она тоже у меня стала накладывала босса и армина пришла новый раскольчик который заменила мне воительницу собственно я уже как видите артефакты перекинул на армину дал ей побольше скорости и меткости что и нужно раскольчику чтобы собственно накладывать на вражескую команду штраф защиты вот а так все остальные герои остались все те же просто немножечко их прокачал артефакты подточил таланты опять же прокачал немножко героям таланты прокачивал по заданиям по миссиям точнее были миссии на прокачку талантов и собственно бегал фармом минотавра минотавра фармил если не ошибаюсь 14 до 14 потому что 15 очень нестабильно идет вот такой пачка бегу в принципе 14 они закрывают стабильно дальше про клан босса пачка маленечко у меня поменялось я до этого закрывал простого обычного сейчас пытаюсь потихонечку ковырять уже трудного вот моя пачка хатун лекарь бафают всю тему бонусами скорости плюс заливают их что дают и мы залив полоски хода чтобы чаще ходила тима вот а альтана сэйвит еще помогает сэйвить команду лекарю лекарь подхиливает альтан сэйвит за счет наложения бонуса защиты на тему и также он накладывает штраф атаки 50 процентов на босса что режет ему атаку он не так больно бьет а ледяная баньши накладывает яда и слабость яду и монах также накладывает я то есть общий основной урон на клан босса за счет ядов идет вот по клан боссу все арена ничего не поменялось также сижу в золотой лиге не могу выбраться во вторую напомню я пробую просто пробиться максимально выше за счет сливных пачек которые на бывает если мы обновляем бывает стоит там один герой какой-то и я его бью и за счет них вот таких вот любых пачек то что иногда просто обновляю бью их и пытаюсь пробиться наверх чтобы вылезти более высокую лигу за более вкусными бонусами лиги и более вкусными сундучками и также все-таки формятся здесь эмблемки уже золотые которые намного скажем так больше ценится и легче имя быть большой зал большой зал мы не забиваем него мы его улучшаем я улучшаю бонус меткости состреоточился на одном не распыляясь по всему бонусу зала потому что меткость в первую очередь вообще прокачивается всем рекомендуется первую очередь прокачивать меткость почему синяя именно стихия потому что у меня много героев в синих стихии которым нужна меткость то есть альтан ледяная баньши каэль также армии на раскольчик поэтому прокачиваю меткость и также потом в миссиях у вас будет задание в котором там что такое прокачайте бонус большого зала до 5 уровня потом до 6 поэтому стараюсь максим просто один в плане план задания также постоянно беру выполняю чтобы утать монетки и покупать атрибуты в магазине групповая арена я случайно попал вторую лигу бронзы и меня перекинуло в нее но иногда также попадаются боты вот что-то наподобие вот такого которых можно отбивать на базаре выкупают дрекса потихонечку вот скорее всего буду опять проваливаться в первую бронзу чтобы там спокойно просто сидеть и фармить ботов и выкупать дрекстера когда выкуплю дрекстера уже буду пытаться потихонечку вверх плюс к этому времени у меня уже герои скажем так подкачаются выпадет тут она в ндф аккаунт уже будет намного сильнее воины фракции просто потихонечку иду какой-то герой прокачивается там новый уровень беру прохожу не тороплюсь просто фармлю главное постоянно глиф оформить даже на первых этажах какие формятся те и формите враговой башни я застрял на паучихи нужно немножко подкачать героев и потом руками не на автобой я ее пройду тоже не тороплюсь этим контента как минимум потому что еще герои не позволяют сильно высоко лезть куда-то вот турнир кланов также участвуйте набивайте есть личные награды тут приятные бонусы виде энергии также если вот просто у меня клан скажем так грубо говоря набил но вместе со мной тоже там 40 тысяч набил но вот приятные бонусы то есть всегда вступайте в кланы отбивать план босса и участвуйте план и турнир очень приятный бонус для скорейшего развития вашего аккаунта осколки я коплю не открываю будут открываться только на x2 алтарь душ тоже не открываю их от меня 4000 еще можно 4 купить будет не открываю жду турнира под призыв душ чтобы открыть собственно души и сразу же лутать какие-то приятные бонусы в турнире как-то вот в принципе и вот так вот пока что потихонечку просто иду по миссиям развиваю персонажей точу какие-то артефакты прокачиваю им таланты и также участвую в турнирах и в событиях смотрю какие начинаются и лутаю под них очки но чаще всего это конечно тренировка героев потому что ее легче всему закрывать новому игроку в принципе на этом все а если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал это очень важно для меня всем хорошего дня всем пока